Здравствуйте, я Питек Леонид и я расскажу о бионике. Бионика это не наука. Бионика это направление развития наук. То есть когда мы берем какие-то биологические части и адаптируем к нашим технологиям. Или же наоборот, когда мы берем какие-то наши технологии и адаптируем к биологическим структурам. Это самоопределение бионика возникло относительно недавно, то есть в 60-х годах. Важно заметить, что в это время как раз возникли полупроводники и в общем-то более-менее появилась атомная энергетика. То есть все одновременно получается и возникло. Но при этом если посмотреть более внимательно, то бионика и попытки человека взять что-то из биологии или из органики, чтобы уменьшить время разработки или взять уже готовые уже адаптированные и качественные узлы. Это было всегда так. Еще Леонард да Винчи использовал модели крыльев для своих машин, которые не не были нормально реализованы, но он по крайней мере попытался. До него тоже было много таких попыток, но у него просто это все очень хорошо сохранилось. У бионики много направлений. Одно из основных это нейробионика. Это когда мы берем какие-то модели нейронов, нейросистем и пытаемся это все оцифровать или сделать в технике. Например, те же системы, которые воспринимают текст, они сделаны в нейросетях. Модели нейросетей это обычная органика. То есть мы переняли из органики в программы. Так все и сработало. Вот на слайде, например, полностью модель нервной системы нематода. Это такой червь. То есть мы можем полностью промоделировать поведение и по сути всю жизнь червяка с помощью программы. Понятное дело, что это все не только программно. Мы можем, наоборот, из техники адаптировать в органику. То есть есть тараканы, например, у американцев, которые управляются с помощью внешних каких-то систем. У них в их узлы вставляются контролеры. Второе — это сенсорная бионика. Это когда мы пытаемся какие-то системы восприятия перенять или же, наоборот, передать. Например, ультразвуковая локация. Это было перенято у летучих мышей. Сейчас это практически стандартный узел у любого робота. Это очень эффективно и очень просто реализуется. Бионические глаза — это вот обратная бионика, когда мы пытаемся наши технические средства использовать для органики. Я чуть позже расскажу подробнее, как он работает. Но, в общем-то, это суть. И еще одно направление — это общая бионика. То есть, когда мы берем какие-то общие морфологические элементы и пытаемся это уже полностью адаптировать. То есть походка, либо структура растений, либо что-то такое. Очень общее. И отсюда возникает тоже очень много того, что мы можем и наблюдать, и уже использовать. Это бионика в архитектуре и, например, экзоскелеты, протезы, импланты. Отдельно остановлюсь на архитектурной бионике, потому что это очень важный момент, который можно пронаблюдать. Вот прям адаптацию. Высотные здания строятся по принципу растений. То есть, там используются похожие структуры и похожие принципы. Когда мы берем из растений их свойства, их принципы построения, мы можем построить более эффективные и более прочные здания. Но при этом они выглядят довольно необычно. Одним из важнейших практических приложений бионики — это протезы и импланты. Про импланты я особенно не расскажу, потому что я им вообще никак не касаюсь. А вот про протезы я расскажу подробнее. Собственно, протезы бывают пассивные и активные. Пассивные — это которые без электроники, без приводов, без какой-то начинки. Активные — это у которых есть приводы, какая-то электроника, либо есть какие-то тяги. Активные, в свою очередь, можно подразделить с обратной связью и без обратной связи. Обратная связь — это когда мы ощущаем касание, тепло и тому подобное. Есть всего пару моделей, которые это реализуют. Они очень дорогие, очень сложные и все еще на стадии таких прототипов. Но может двигаться все вот в этом направлении. Это очевидно. Бионические руки — это одно из самых распространенных продуктов бионики. Они давно применяются. Их схема, в общем-то, уже практически стандартная. То есть они состоят из усилителя, который снимает биопотенциалы каких-то преобразователей электроники и, собственно, самих приводов. Все это закрывается в структуру, похожую на обычную руку. Все относительно просто, только на словах. На самом деле там очень много проблем с тем, что токи у мышц очень маленькие, алгоритмы движения, ну, мелкая моторика у человека очень сложная. И все это очень сложно реализовать как-то более-менее нормально. Поскольку все это реализовать сложновато, появилось два направления. Это которые просто хватают, то есть у них один алгоритм — хватать или разжать. И у которых сложная моторика. То есть на каждый палец по приводу и можно управлять отдельно. То есть как у человека. Чем больше приводов, тем сложнее управлять, тем тяжелее обучаться ему. Более простой элемент, потому что даже в самых совершенных моделях там три привода. В одном пальце будет три привода, если у руки. Поэтому тут все легче реализуется и никаких алгоритмов движения, в общем-то, не надо. Тут все попроще будет. Таких моделей тоже много. И даже, если не ошибаюсь, две модели есть в России, которые относительно неплохо реализованы. Бенческие глаза — это система, которая позволяет воспринимать какие-то образы или хотя бы минимально вернуть зрение человеку, который вообще не видит. Как это реализуется? Состоит система из двух частей — внешней и внутренней. Внутренняя часть интегрируется внутрь глаза на месте органического. И микроконтроллер соединяется с нейронами. К микроконтроллеру соединен передатчик. Все это герметизируется. Внешняя часть состоит из камеры, преобразователя и какого-то передатчика. Человек что-то видит, это попадает на камеру. Камера преобразует в передатчик, чтобы это было понятно для нейронов. И передается через беспроводную сеть в чип, который в глазу. Все это преобразуется в чип, и он передает уже в нейрон. Качество не очень хорошее, но уже что-то можно будет видеть. То есть это для полностью слепых, которые глазу можно полностью убрать. Героскелеты. Это, в общем-то, моя основная тема, которой я очень давно занимаюсь, поэтому тут я поподробнее расскажу. Героскелеты можно применять очень много где. Это промышленность при проведении каких-то погрузочных, разгрузочных работ. Или для уменьшения усталости мышц. Это для МЧС, например, для пожарников. Их общая амуниция очень тяжелая, и еще ее снимать быстро надо, в случае чего. Героскелеты для этого более чем подходят. Потом медицина. Тут реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата. Кроме всего этого, я еще не перечислил военное применение. Но военного применения пока еще нет, и оно и хорошо. Я классифицирую экзоскелеты, в общем-то, по применению. Если посмотреть, то так или иначе, все экзоскелеты можно разделить вот по этой схеме. Это тяжелые, то есть это военные или какое-то охранное применение. Это средние, это промышленность МЧС. Легкие, это медицинские. У медицинских есть тип А и тип Б. Сейчас будут картинки, там все будет видно. Легкий тип. Он всегда только на ноги. Минимальные какие-то конструкции. По сути, это механизированные костыли. Приводы слабые. Очень важный момент, что приводы слабые, и он не рассчитан на какую-то нагрузку серьезную. То есть он может переломаться просто под весом человека. Поэтому, в общем-то, и нужны костыли. Средний экзоскелет. Можно увидеть различия между ними уже чисто внешне. Он уже сделан на нагрузку, то есть на руки. Они всегда мощнее, прочнее, тяжелее и дороже. И важный момент, в них используется уже другой тип приводов. Про это я тоже чуть подробнее расскажу. Все эти экзоскелеты, про которые я сейчас говорю, они уже применяются. То есть это не какая-то такая сферическая вещь в вакууме. И тяжелые экзоскелеты. К счастью, пока они в таком виде прототипов. Надеюсь, что так и останется. Они большие, они мощные, и на них можно много чего погрузить. Теперь подробнее обо всех типах. Как я уже сказал, один из типов – это медицинское применение. Один из типов экоскелетов – это медицинский. Он нужен для реабилитации после травм. Или для того, чтобы человек, который не может ходить, то есть парализован, мог подняться. Тип А – это вот на слайде хорошо видно в общий вид. То есть это какой-то облегченный, совсем легкий. Меньше 12 килограмм, обучать не надо. Встал и пошел. Очень важный момент еще – управляется он наклоном. Они всегда управляются одинаково. Человек наклоняется вперед, он идет вперед. Больше там ничего никогда не предусмотрено. Тип Б – это уже без костылей. Можно заметить, что у него приводы ноги толще. Весит он уже 50 килограмм. То есть так его уже не поносишь, как механизированный косты. Управляется он чаще всего с каких-то джойстиков и чего-то такого уже, что требует. Полностью ручное управление. Но он зато позволяет избавиться от костылей. Это очень важный момент. Он дороже того, что выходит раз в семь. Отмечу, что в России есть скелеты. Их делает Экзоатлет. Это Сколковская компания. И Экзолайт. Их делает, если не ошибаюсь, курский какой-то институт. Экзолайт стоит полтора миллиона. Экзолайт стоит три с половиной миллиона. Это ключевой вопрос, почему мы их до сих пор никогда не видели. И не увидим. Вот, в общем-то, на этом слайде можно увидеть все медицинские экзоскелеты, которые сейчас в строю. То есть они уже продаются, и их можно купить. Видите, можно посмотреть на стоимость. Это еще один момент, почему они не будут распространяться. Некоторые типа японских... Если я не ошибаюсь, нет, нет. Тут нету Кибердайн. Они вообще не поставляют экоскелеты в Россию. Они просто отказываются поставлять их. Просто так. Даже если заплатить. Но рынок растет, и так или иначе будут развиваться новые технологии, будут появляться новые компании, потому что тех, кто это предоставляет, просто не хватает, чтобы заполнить спрос. В России тоже очень много желающих на скелеты, но цена все это очень сильно блокирует. Распространение и какое-то такое применение. Апробация. Ого, хорошее слово. Средние гроскелеты. Это гроскелет, который применяется в промышленности. У них уже используются другие приводы, другие технологии и другие принципы. То есть, если те сделаны на руки, то эти сделаны на руки. Они уже применяются в немецких заводах, на южнокорейских заводах. И, в общем-то, постепенно в Европе и Японии, и во всех вот этих азиатских странах они будут распространяться. Там как-то не экономят на этом деле. Но, опять же, они все недоработаны, и пока это так. Пирог, все. Ну, вот по факту, вот это вот уже то, что используется на заводах BMW. Также, в зависимости от принципа работы экзоскелетов, можно их разделить и по типам приводов. Это очень важный момент тоже. Вот сервоприводы – это мотор, напичканный электроникой. То есть, это мотор, который определяет угол и может поворачиваться на нужные положения. Эта вещь пришла именно из робототехники, но она очень хорошо вписалась в медицинские экзоскелеты. Все медицинские экзоскелеты построены на сервоприводах. Сервоприводы слабые, дорогие, в России их не производят. Но для медицинского они самое то, поскольку они точные. И, в общем-то, поэтому их можно применять только в медицине. Они хрупкие же еще электроника. Гидравлические – вот то, что будет использоваться, скорее всего, в промышленности. Это попытки перенять какие-то тракторные гидравлические системы, только уменьшенные, понятное дело, и перевести это все на экзоскелетные рельсы. То есть мы также строим гидромоторы, также строим гидроцилиндры. Все это установлено на каркас, и все то же самое, только все уменьшено. Ничего там нового нет. Единственное отличие всех экзоскелетов, то есть и пневматических, и сервоприводов, что потенциально можно сделать экзоскелет вообще без электричества на основе гидравлики. Пневматические экзоскелеты – это чисто такое ответвление, можно сказать, гидравлики. То есть мы вместо жидкости используем сжатый воздух. Я сам сторонник вот именно этой технологии, поскольку я начал ее уже давно, и отработал до очень хорошей степени. Пневмомускулы – это, в общем-то, основа моих скелетов. Это вот такая система, которая изображена вот здесь. Вот как она работает. Ну, видно, так. То есть она раздувается и дает тягу. Важное отличие, что сервоприводы в России не производят гидравлику, тот же цилиндр, довольно проблематично сделать. А вот это может сделать каждый в промышленных масштабах. То есть привод, который можем делать все. То есть мы не зависим уже ни от кого при изготовлении пневматических скелетов. А так там тоже компрессор, клапана – все от гидравлики. Теперь перспективы. Как это все будет развиваться? В случае с протезами очевидно, что все будет развиваться в сторону удешевления, распространения и улучшения алгоритмов, и появления новых типов управления. То есть когда мы используем ток с мышц неоуправления, любое движение вот такое, и мышца уже слазит, в итоге мы ловим уже другой сигнал. И протез может пойти в любое движение случайно, перенитись. Если мы это скомбинируем с другими, например, нейроуправлением, то есть мозговой надежности и эффективность уже будет лучше. Ну и появление новых типов протеза, то есть на другие органы. Это очевидно все. В случае с медицинскими скелетами то же самое. Удешевление, распространение. И будут вообще развиваться, скорее всего, только медицинские, активно развиваться, поскольку этот рынок, он очевиден, очевиден для всех, и он пустой. Промышленные экзоскелеты, их уже много, они применяются. Тут только удешевление и распространение, то есть только экспансия. Отмечу, что в России так уж получилось, что технологии не очень, и недофинансирование сказывается от всех вот этих технологий. Я не говорю про Сколково и тому подобные институты, потому что вы их не увидите в разработках никогда, как мне кажется. Но другие люди умудрились создать практически свою отрасль, независимо от государства, свою отрасль со своими технологиями, со своими типами приводов, со своими узлами и со своими кооперациями, как-то совещанием. И вот за ними будущее, мне кажется, а не за тем, что мы их увидим. Потому что вот эти, господа, делают бесплатно и дешево и для себя стараются. Эти дорогие делают для рынка. То есть им надо быстрее продать и подороже. При этом я вам сказал, вот по поводу безэлектрического, гидравлического экзоскелета, это как раз разработка некоторых господ, про которых я не могу говорить, чтобы не было рекламы. Такого нет нигде вообще. То есть в мире не обсуждается нигде. Ни у кого не было идей, как сделать вообще безэлектричество скелет. Как это так? Машина безэлектричества. А вот этот человек предложил, как это сделать. Вот так. И он здесь, я уже ассирозный момент. АПЛОДИСМЕНТЫ